Я тушу? Да, да, да. Выдернуть чеку, направить на очаг возгорания. Казалось бы, проще некуда, но мало кто имеет опыт обращения с огнетушителем на практике. Сегодня жительница СНТ «Восход» потушила пожар впервые. Забавно, интересно, необычно. Но теперь я знаю, как работает огнетушитель. Это просто учение. В реальной ситуации все сложнее. Поэтому важно не допускать самой возможности возгорания. Для этого отдел надзорной деятельности постоянно проводит в Химках противопожарные рейды. Посещают больницы, детские сады и жилые микрорайоны, рассказывая жителям о мерах безопасности. С наступлением холодов это особенно актуально. У кого-то есть газовое оборудование, отопление, у кого-то печное, у кого-то электрическое. Это все в зимнее время повышает риски возникновения пожара. Если за этим не следить, пользоваться, эксплуатировать неправильно, либо с нарушениями правил эксплуатации. Вот об этом мы хотим людям напомнить. Показали внутренности пожарной машины, объяснили, как обезопасить себя и домочадцев. Затем посетили несколько домов химчан. У Дениса Уткина печное отопление. Инспектор сразу обратил внимание на посторонние предметы рядом со щитком. И дымоходная труба у камина не предназначена для отопления дровами. Поэтому нужно постоянно следить, не разрушился ли в ней утеплитель. Напоследок Денису порекомендовали увеличить количество датчиков дыма. Датчик очень хороший, но он не особо эффективный. Лучше ставить датчик, который непосредственно монтируется к потолочному перекрытию. Ну, к деревянному, бетонному, без разницы. С целью того, чтобы на первоначальной стадии возгорания предотвратить и уведомить собственника помещения о том, что произошло возгорание. Такое оборудование называется АДПИ – автономный дымовой пожарный извещатель. Обычно их устанавливают в помещение по два. Если площадь дома небольшая, подойдет самый простой – за 300 рублей. Чем дороже модель, тем больше у нее радиус охвата. Польза, безусловно, излечена, потому что дарить никому не хочется. Я по этой части пытался подстраховать свой дом как мог. Но сейчас после этого инструктажа еще пару мероприятий, конечно, проведу. Ну, датчики куплю. Резкие скачки температуры повышают риск возгорания, отмечают пожарные. Профилактические беседы с населением проводят в начале каждого сезона. Ведь только личная ответственность и сознательность могут предотвратить беду. Ксения Брагина, Николай Забродин, Служба новостей.